Добрый вечер! Добрый вечер! Каким должно быть наше послание в будущее, чтобы передать потомкам главную информацию? Здесь, в финских скалах на глубине 500 метров, спрятана смерть. Как всегда в студии у нас студенты ВГИКа и вообще молодые люди, которым еще интересно в этой жизни что-то. Наши гости – это первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Рафаэль Арутюнян. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Слевяк. АПЛОДИСМЕНТЫ Режиссер-документалист, автор девяти фильмов о Чернобыле Ролан Сергеенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и по нашей традиции, перед тем, как мы посмотрим фильм, мы обратимся к нашим экспертам, чтобы они поделились, может быть, первым эмоциональным впечатлением от этого фильма. Прошу вас. Ну, мне кажется, в первую очередь он, конечно, задает человеческие вопросы, так сказать, и поэтому, так сказать, эта сторона важнее. И вопрос, он простой, имеем ли мы право делать какие-то вещи, которые потом окажутся беременем на будущие поколения, не очень понимая это. Мы все время оставляем наследие, с которым, к сожалению, придется будущим поколениям иметь место. Вот это очень важно. Мы обсудим это. Это как раз будет, я думаю, предметом нашего обсуждения. Владимир. На мой взгляд, очень важный фильм, очень хороший фильм, потому что он поднимает очень важную проблему, проблему, о которой ни в России, ни в других странах мира обычно, ну, в общем-то, не хотят думать обычно. Мне кажется, это чрезвычайно важно для того, чтобы общество, наконец, задумывалось о том, каковы последствия использования атомной энергии и готовы ли оно принять эти последствия. Спасибо. Ролан. Я хочу сказать, что я смотрел фильм с благодарностью к создателям фильма за то, что они думают о далеком будущем. Спасибо. Мне кажется, фильм очень интересный, но надо понимать, что сейчас мы уже используем ядерные энергетики. Эти отходы есть, что-то надо делать с ними. Мне кажется, это такой философический вопрос уже, что происходит через сто лет, тысячи лет, даже через 50 лет. Мы, на самом деле, не знаем об этом. Ну, хорошо. Сейчас мы предоставим возможность нашей аудитории посмотреть фильм Михаэла Мэдсона «Навстречу вечности». Давайте смотреть, а потом обсуждать. Итак, мы посмотрели фильм Михаэла Мэдсона «Навстречу вечности». И сейчас я представлю наших гостей, которые сидят по эту сторону баррикады. Александр Глушенко. Ядерный физик, радиоколог, ведущий специалист Государственного комитета РСФСР по ликвидации последствий аварии на Чернобыле. Ликвидатор. Ну, то есть, если я прочту все-все-все-все титулы, это не хватит времени. Владимир Чупров. Эколог, руководитель энергетической программы «Гринпис России». Анатолий Шмелев. Доктор технических наук. Профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики. Реактор Московского инженерно-физического института. Фотограф, участник проекта «Чернобыль. 25 лет спустя» Сергей Шестаков. Ну вот, после того, как мы всех представили, давайте попробуем представить режиссера. Есть фрагмент интервью с ним, и, может быть, это нам позволит стартовать нашей дискуссии с правильной нотой. В процессе съемок этого фильма нас неожиданно попытались заставить прекратить работу. Почему? Нам не объяснили. В какой-то момент у нас с продюсером даже появилось ощущение, что от нас хотят что-то скрыть. Нам потребовалось почти 9 месяцев, чтобы постараться переубедить их. В конце концов, продюсер сказал, «Если вы не дадите нам снимать, нам придется изменить концепцию фильма и заявить, что вам действительно есть, что прятать от мира». Только тогда нам дали разрешение. Но я так и не знаю, что за этим стояло. Пожалуйста, скажу я два слова перед тем, как мы идем к обсуждению. Я когда посмотрел этот фильм, я подумал, что мы будем обсуждать. Слишком все переплетено, слишком все связано. Но, в любом случае, этот фильм о некой безопасности, о неком послании таком, в эту вечность. Но давайте начнем с вас, как все-таки человеку, который участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской трагедии. Ну, обсуждение вопросов, я говорил, связанных с атомной энергетикой, оно всегда, так сказать, очень острое и субъективное. При этом, так сказать, как бы мы должны понимать все-таки, а что есть объективного в слове безопасности про атомную энергетику? Как известно, от радиации умерло в атомной энергетике 60 человек, получило высокие дозы, от которых действительно, так сказать, ущерб здоровью был нанесен, так сказать, около 300 человек. В неатомной отрасли, которая связана с медициной, источником и так далее, это 170 человек умерло и 1500 получили ущерб здоровью. Если сравнивать с тем, что, так сказать, касается любых других отраслей, то первый ответ, который из этого следует. Безопасность атомной энергетики доказана не словами, а практикой 50 лет, при том, что технологии первые, они имели все недостатки, изъяны, так сказать, там, Чернобыль, вот сейчас Фукусима. Поэтому, так сказать, как бы сложно после этого, так сказать, обсуждать с людьми, так сказать, а почему вот этот страшный атом, так сказать, и захоронения, которые такие страшные, а почему они страшные? Но если нужно сравнивать, так сказать, с тем количеством токсических отходов, с которыми мы имеем дело, это же не новость, так сказать, да? Ну, в Соединенные Штаты известна практика, половина токсических и высокотоксичных отходов захораниваются точно так же в земле. И в отличие от радиации, они не распадаются. Так почему же мы не задаем вопрос, а что с ними будем делать люди? Ну, это вопрос, который может повиснуть в воздухе, это, я думаю, мы его будем так или иначе касаться. Но вы услышали мнение Рафаэля Арутняна, он вам, в общем, обзор такой дал, положение дел. Пропагандистский довольно обзор, да. Ничего, мы сейчас как раз и поспорим с этой точкой зрения, потому что люди все равно протестуют, да? Мы так или иначе видим по телевизору акции, когда люди, железные дороги перекрываются, останавливают составы, которые перевозят эти радиоактивные отходы. То есть, значит, аргументы этой стороны не столь убедительно звучат? Или что, как по-вашему? Я хочу сказать, что фильм мне очень понравился. Действительно, проблема очень большая. И, как это ни странно покажется, фильм о культуре. О культуре хранения этих отходов ядерных. О культуре вообще человечества. Что будет дальше с этими отходами? И если говорить о нашей стране, то у нас до сих пор нет раздельного утиля. Все в свалку. Не так, как вот надо. Бутылочка в бутылочке, батареечка в батареечке, чтобы было чисто и культурно, и был порядок. Понимаете? То есть, фильм о культуре. Спасибо. Ну так, мне кажется, что у нас в сравнении с культурой именно этой части жизни все неплохо. Если я понимаю, что если у нас люди, обычные люди, выбрасывают батарейки в свалку, то в атомной промышленности все хоронится так, как надо. Более-менее, по крайней мере, насколько я знаю. Пускай всей финской красоты и лоска у нас нет, но тем не менее это красноярское захоронение вполне себе функционирует. И, соответственно, я хочу сказать на этот счет, что, по-моему, финны перемудрили. Они замутили что-то грандиозное и делают это как вещь в себе. Они молодцы, но мне кажется, что это перебор. Видите ли, то, что господин Рутюнян сейчас сказал, ну такая стандартная пропаганда, которую можно нередко в газетах прочитать, можно на центральных каналах телевидения услышать. У нас, к сожалению, другой точки зрения очень мало. Знаете, вот говорить после Чернобыля и Фукусимы о том, что потат на энергетике пострадало там несколько десятков человек, это все бог с ним, есть намного более страшные промышленности в мире, ну, честно говоря, мне кажется, это аморально. Я просто хочу, чтобы и зритель тоже нас понимал, с вашей точки зрения, как оппонента, ни слова правды, или это все-таки правда и не вся правда. Это очень важно. Любая пропаганда – это какой-то кусочек, вырванный из контекста и поданный вне этого контекста, и часто вопреки контексту. Так строится любая пропаганда. Тогда так. Цифры что, более страшные? Конечно, более, но вот представьте себе, десятки тысяч людей жили на момент 1957 года в зоне радиоактивного загрязнения, которая возникла после взрыва на комбинате «Маяк», на ядерном комбинате «Маяк». Многие из них были эвакуированы, но не все. До сих пор несколько тысяч человек живет вдоль реки Теча. Там есть деревни, где 100% больных, да, людей, у которых конкретные болезни, связанные с радиоактивным облучением. Этим людям просто запрещено было ставить, медикам запрещали в Советском Союзе, ставить этим людям диагнозы о том, что их болезни связаны с радиацией. Конечно, после этого можно выйти и сказать, да что там, в Чернобыле-то 30 человек погибло, а там-то там 40 человек облучилось. Все нормально, ребят, нет проблем. Почему, например, господин Рутюнян не говорит, что всемирно известный ученый, биолог российский Алексей Яблоков дает цифру миллион человек, пострадавших только от Чернобыля. Всех вместе, естественно. Вот в контексте цифра. А почему тогда мы не говорим о том, что у нас миллиарды кушают электроэнергию, живут из-за нее, и как бы мы не воздаем хвалы энергетике? Почему мы тогда об этом молчим? Все время классик сказал, что проблема возникает там и тогда, где и когда возникают способы ее решения. И наши оппоненты говорят, что без атома энергетики не прожить. Но, понимаете, это далеко не так. Лет 10 назад это уже стало не так. Буквально сегодня прошла новость, что через 5 лет ветровая энергетика Китая будет давать столько же электроэнергии, сколько вся атомная энергетика России. И Меркель сказала, что к 2022 году немцы уйдут от атомных станций и заменят это не русским газом, а ветровой и солнечной энергетикой. Я к чему это? Действительно, атомная энергетика это 6% в первичном. Это не миллиарды, это 6%. О чем спор? Наш сегодняшняя дискуссия. Миллиарды долларов, которые идут на строительство хранилищ. На конференции, на создание международных всех этих симпозиум, институтов и так далее. Вот цена 6%. И мы его можем заменить. У нас есть тепловые электростанции, от которых грязи, мусора и других неполезных вещей гораздо больше. И поэтому, когда мы говорим о решении проблемы, мы говорим о решении проблемы не только атомной, но и угольной, нефтяной и так далее. И решение есть и там. Расскажите о решении, чтобы 100% энергетики получать из ветра. Ну вот смех здесь, конечно же, это обычная реакция, но буквально в июне был издан доклад Организации Объединенных Наций, не Гринписовский, в котором они дали сценарий. Три сценария. Один из которых четко говорит, что при таких-то инвестициях 100% ветровая солнечная энергетика возможна не только в Германии, а на всем мире. И мир к этому идет. Ну, слава богу. Даст бог это так или иначе осуществится. Этого можно только похлопать, только порадоваться. Мне хотелось бы, поскольку этот фильм все-таки посвящен хранилищу. И на меня вот эта компьютерная графика, когда рисовались эти бесчисленные переходы, на меня произвело завораживающее действие. Я по первому образованию архитектор. Я представил, что это такое. У нас все-таки есть человек, и на его земле это хранилище и строится. Мне хотелось бы узнать вашу точку зрения, и не только вашу личную, а как Финляндия относится к этой проблеме. Вообще и к хранилищу к этому в частности. Ну, я думаю, что на самом деле в Финляндии сейчас особенно не ведется дискуссия о том, об этом хранилище. Уже как будто уже факт. Но это просто смирение? Просто смирились? Ну да. Хотя надо сказать, что если думать, то я энергетикой в Финляндии. Последние 10 лет, это какой-то ренессанс, можно сказать, в Финляндии. В последние 10 лет будет 3 новых реактора. Но мне, я думаю, что... Ведь есть, это реально, что мы пользуемся сейчас уже ядерной энергетикой, и в том... Тогда надо что-то думать, что делать с этими отходами. Отвечая на вопрос, что же делать, вот первый ответ, который возникает после просмотра, особенно этого фильма, фильм колоссальный, ставит огромную проблему. Это не производить новые отходы. Потому что это то, что делает эту проблему многократно большей и сильной. Я понимаю, но давайте, Сергей, говорите, что делать с этими отходами. Понимаете, здесь очень тонкий психологический момент. Да, вот здесь очень тонкий психологический момент. Как говорят наши оппоненты из атомной энергетики. Они говорят, смотрите, вот появляется решение. Но это решение в итоге не ставит проблему, кстати, во многом этическую, действительно. А оно является экскьюзом. То есть оно является что-лишь таким троянским конем, фиговым листком, что да, можно строить новые. И вот в этом опасность и вот эта философия. А что же делать с нынешними? Вот первый вопрос, если мы хотим действительно решить проблему и честны между перед собой и будущими поколениями, это перестать производить новые. Это очень тонкая философско-этическая категория. Мне нравится, когда говорят о честности и морали, вот справа, да, рассказывают о десятках тысяч смертей, ликвидатору, который там три месяца работал и дозы получил. Извините, вам мало не покажется. Нечестность состоит в том, что вначале говорят о десятках тысяч смертей, ссылаясь на Яблокова, который всемирно известный ученый, но ничего не понимает в вопросах, так сказать, радиоэкологии, радиобиологии и так далее. В вопросах вреда. Подождите, вреда. Он ничего не понимает и никаких научных публикаций у этого человека, научных, нету. Поэтому первая нечестность. Первая нечестность. Давайте расскажем о десятках тысяч смертей в Чернобыле. Фукусимы, где фантастически, так сказать, да, ответ, так сказать, там, три реактора расплавились, четыре бассейна выдержки повреждены, ни одного человека, переоблучившегося, там нет. Но вам это не нравится? Вы говорите о пропаганде. Куда более грубая пропаганда? Вначале, говорит, десятки, сотни тысяч умерли. А потом у людей спрашивают, а вы согласны за эту атомную энергетику? Люди, естественно, отвечают, никогда. Потому что, так сказать, кому нужна атомная энергетика, когда речь идет о десятках тысяч. Но при этом, я говорю, аморально состоит в том, что людям, которые, так сказать, и дозы получали, и знают, что это такое, и профессионалы, так сказать, объясняют, вы умерли давно. Смешно. Задается простой вопрос. Насколько это хранилище рассчитано? В Финляндии есть процедуры, которые прошли все люди, которые это хранилище обосновывают. Они обязаны обосновать безопасность этого хранилища, так сказать, на сто тысяч лет и просмотреть сценарии на миллион лет. Извините, пожалуйста, я вас на секунду беру. На миллион лет. Я просто, простите, пожалуйста, да. Вы знаете, мы все в детстве читали стихи, что такое хорошо, что такое плохо, да. Вот когда нам говорят ветер, солнце, это хорошо. А когда нам говорят про, извините, раковую опухоль внутри Земли, которая называется онкало, да. Однокоренное слово со словом онкология, да. Но оно страшное. Оно страшное просто психологически ощущать эту опухоль, которая будет расти дальше. И, конечно же, я очень уважаю развитие атомной энергетики и так далее. Но это страшно. На планете Земля плевать, плевать на эту опухоль планете Земля, понимаешь? И людям, которые здесь будут жить, потом тоже плевать. Потому что ничего плохого. Это кодиологическая точка зрения. Естественная радиоактивность и сколько в Земле миллиарды лет, вы знаете? Подождите, подождите, чтобы мы не ушли в дебри научные. Она больше, чем все дозы от всех атомных станций. Оставили человеческую составляющую. Мы так немножко рассуждаем, как будто бы не было Чернобыля. Но все-таки была вот эта трагедия, которая произвела сокрушительное впечатление. На всех это было, может быть, первое такое значительное предупреждение. Поэтому я хотел бы обратиться к вопросам Каролану Сергеенко. Поскольку он и снимал фильм, он коллега этого человека. Он с этой же точки зрения как бы подходил. Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, я подожден... Если можно только погромче чуть-чуть говорить, у вас... Извините, у меня, к сожалению... Да. Увы, увы, это Чернобыль. Извините. Чернобыль, который сработал через 15 лет. И голос у меня, увы, уже не восстановить. Я думаю, что не случайно мои девять фильмов нигде или почти нигде вы не видели. Вы не видели ни приближения к апокалипсису. Вы не видели ни трезву. Вы не видели ни прощания. Чернобыль. Я хотел бы, следуя за советом автора этого датско-финского фильма, чтобы мои чернобыльские фильмы, все девять, были захоронены там, для того, чтобы те люди... Увидели? Увидели. Когда-то. Спасибо. Как это сделать? АПЛОДИСМЕНТЫ А, ну у нас еще есть очевидцы этой чернобыльской трагедии. Я ядерный физик, радиоэколог, чернобыльский ликвидатор, инвалид. И у меня своя точка зрения, в частности, на фильм, который я посмотрел, возникает вопрос, почему, так сказать, вот надо класть в угловую угла, ну, что будет через 100 тысяч лет с нашими отдаленными потомками. Простите, мы не знаем, что завтра будет. И уже если мы говорим о том, что мы живем в мире глобализации, а нас все время в этом убеждает, наверное, это действительно так, то давайте объединять усилия ученых и специалистов разных стран мира для решения общих глобальных проблем. А такие проблемы, они на виду. По крайней мере, на мой взгляд. Поскольку режиссер Михаэль Мэтсон побывал в Чернобыле, давайте посмотрим, мы его все-таки фильм смотрели, и теперь давайте посмотрим с ним фрагмент интервью, и, может быть, что-нибудь услышим для себя новое в этой теме. Когда вы посещаете такое место, как убежище, где перерабатываются ядерные отходы, вы носите защитную одежду. И вам всячески дают понять, что это опасное место. Проверки на безопасность, обязательное сопровождение. Вам запрещается самостоятельно перемещаться или прикасаться к чему бы то ни было. А потом я побывал в Чернобыле. И, находясь там, я чувствовал себя совершенно по-другому. Многие вещи выглядят обычно, и люди вокруг ведут себя так, как будто ничего не случилось. В этом главная проблема радиации – напоминание ее опасности. Она вокруг вас, но вы ее не видите. Ну вот, может быть, и нам режиссер подкинул какую-то тему для обсуждения. Знаете, вот в американском кино у них есть клише такие. И вот когда о чем-то нельзя впрямую спросить у человека, я просто говорю, это опасно. Это такая классическая фраза. Это опасно. Это опасно, чтобы получить некий ответ. Вот сейчас у нас практически вся беседа ведется в этом уровне. Это опасно. Ну, я на самом деле очень внимательно слушал всех выступающих. И могу сказать так, что фильм мне понравился. Сначала понравился как бы внешне, ну, как картинка, как фотограф, снята красиво, да? Специалисты, такие как герои, молчаливые, тщательно все это выкручивают, красиво делают трудную работу. Но на самом деле больше меня поразило то, что фильм-то все-таки философский. А почему? Потому что большую часть фильма мы говорим о чем? Вот спрашивают, а что надо делать, да, условно говоря, чтобы ничего не было? Ну, вот я могу сказать в двух словах. Положить туда и не трогать. И понимаете, там не трогать, это более важно, чем положить. Вы понимаете о чем? Да. Для человечества самое разрушающее тело – это человечество. Как ни парадоксально. Вот для меня это вот тот вывод, который я сделал из этого фильма. Понимаете? На мой взгляд, надо думать о том, что мы будем делать как человечество дальше. И вот в своих работах я как бы пытаюсь это передать. То есть мой проект как бы как бы заключается в том, чтобы показать людям, что надо задуматься, надо встречаться, людям разных стран обсуждать. Да, проблема есть. Никто не будет говорить, что Чернобыль – это хорошо. Я был в Чернобыле, на меня произвел сильнейшее впечатление. Я был там дважды. Второй раз я остался, так сказать, даже ночевал, чтобы больше прочувствовать. Это страшное место, когда ты видишь эти пустые, зияющие дома, и никто не там не живет, не слышится смех, не ездит автомобиль. Это на самом деле очень страшно. И почему мы как бы как человечество, опять же, да, пусть это как бы звучит громко, но тем не менее, что, научил чему-то Чернобыль японцев? Нет. А почему? Потому что они считают, что они все знают. Это гордость может быть неуместная? Что это такое? Это, наверное, неистребимо, это что-то на уровне генетики, понимаете? Вот здесь очень часто и правильно звучит, что это вопрос культуры. Потому что история учит, что она ничему не учит. Здесь уже поднимали действительно краеугольные вопросы. А что с этим делать? Разве можно допустить дальнейшее накопление этого материала? Вот каждая пятая или каждая четвертая лампочка, сейчас, между прочим, мы хорошо сидим, видим друг друга. Она ведь ядерное происхождение. Вот это значимый цвет. Да, от ядра, от деления ядер, она. Теперь я все-таки о фильме хочу обратить внимание. Фильм хороший. Но минус в этом фильме, мне кажется, есть то, что вот эту опасность представили несколько в демонизированном виде. Дело вот в чем. Я думаю, что надо было бы хоть два слова сказать о том, что а можно в принципе справиться с научной точки зрения с этой активностью. Вы замечательный вопрос задали. Я сам задаю этот вопрос. Но все-таки надеешься на некий научный, технический прогресс, как мы надеемся, что что-то придумается с этим. Вот и я тоже хотел сказать, что надо что-то подумать про оптимистическое. Мы так много сегодня говорим. Нет, запрещено. Миллиарды кюри, смерть, еще что-то. Но в конце концов, вот фильм, он не про напуганность. Он как раз наоборот, он раскрывает перспективу. То, что человек пытается эту проблему подать в каком-то новом ракурсе. Через вечность. Там же вот ставится не только эта проблема, почему все зациклились только на ядерных отходах. Там и про описание, как человеку дать понятие. Какие-то другие технологии сопряженные. А вот это, вот дать понять. Вот там же очень много внимания уделено. А что еще раскопают кто-нибудь? Вот это вот, а что если... Ну, причем там же они очень хорошо осуждают. Ну ладно, через 50 лет не раскопают. А может быть через 100 кто-то раскопает, кто-нибудь полезет. Ведь знаете, вот там почему-то этой аналогии не было, но известны ведь случаи, когда умирали археологи, которые раскапывали гробницы. Это аналогия стопроцентная. И они умирали от чего-то там невидимое, может от чего мы даже до сих пор не знаем. Как избежать того, чтобы некто любопытствующий, когда это уже станет так же далеко, как от нас захоронение фараонов, не полюбопытствует и не откопает? Чем это грозит? В атомной энергетике есть два подхода отличных. Одни страны говорят, давайте все топливо будем захоранивать. Но есть целый ряд других стран, которые идут совершенно другим путем. Топливо надо перерабатывать, уменьшать эти отходы в объемах на два порядка. И второе, часть этих отходов возвращать в ядерный цикл и дожигать. Но это означает, что следующий уровень технологии, будьте добры переработать, вернуть все, что используется в реакторе, в реактор. Дождите то, что сотни лет живет там. И проблема будет решаться, я думаю, как всегда это в жизни бывает не так, что мы захороним и миллион лет будем дорожать. Потому что сегодняшние реакторы, извините, обеспечат энергетикой на 100 лет, на 150 максимум. Только быстрые реакторы, которые позволяют сжигать, дожигать, позволяют обеспечить человечество на тысячи и десятки тысяч лет. Человечество умнеет, двигается дальше, и никакие миллионы лет захоронивать не будет. Ну, захоронения будут нужны все равно, пока, в ближайшей перспективе. Дайте я вам задам вопрос простой. Мы видели вот это грандиозное сооружение, которое до сих пор у меня перед глазами, это что-то такое совершенно невероятное. А вот захоронили, да, ведь есть концепция и никому не говорить. Захоронить и никому не говорить, что это закопано, что потом не раскопали, да. А опасно, если вот кто-то поселится на этом месте? Там где захоронение или где вы правы? Вот над захоронением, вот там захоронение? Нет, конечно. Полкилометра глубины, это абсолютно безопасно, если плита хороша. Абсолютно безопасно проживание на поверхности, потому что это законодательно определено. Если в Финляндии, извините, есть надзорные органы, они не разрешат хранилище, где человеку опасно находиться на поверхности. Это в законе прописано. То, что в Финляндии все более организовано, но мы можем еще даже послушать точку зрения человека, для которого... Я хочу спросить, все отходы, наверное, нельзя перерабатывать. Я, насколько понимаю, сами эти станции тоже являются отходами, так сказать. Их тоже надо куда-то потом утилизировать как-то. По законодательству положено, что вы и станцию должны вывести из эксплуатации, и все отходы, которые положены, так сказать, либо в хранилище, либо, так сказать, и топливо должны, так сказать, с ним либо переработать, и только остаток захоронить, либо, как в Финляндии пока принято решение, хранить топливо целиком. На мой взгляд, просто, так сказать, вот принятие решения о захоронении топлива целиком – это проблема, так сказать, которая, так сказать, малых стран касается. И Финляндия, вынуждена, так сказать, приняв решение о том, что она не отправляет, в частности, словизы топлива в Россию, она выжжена же была искать решение. Я не являюсь противником атомной энергетики, хотя бы потому, что я принимал участие на начальном этапе ее создания. Но факты, вещь упрямая. Хорошо известно, что российские атомные станции в значительной степени уже выработали свой ресурс эксплуатации. Они были запущены в сном конце 60-х, начале 70-х годов. Сейчас они подошли к финишу. Значит, есть разговоры, я не знаю, насколько официально, господин Артюнян это лучше меня знает, что надо продлевать ресурс эксплуатации. К тому же недавно произошел очень неприятный инцидент на строящемся блоке Ленинградской АЭС-2, когда расползлась просто арматура. Значит, возникают вопросы вот такой ситуации. Не возрастает ли резко вероятность аварии и катастроф в самом ближайшем будущем? Что по этому поводу думает уважаемый представитель Росатома? Спасибо. Еще раз, я не представитель Росатома, я в Академии, но я хотел бы в формате передачи сказать следующее. Первое. Тот, кто говорит, что что-то безопасно полностью, да, абсолютно, это идиот. Поэтому никакой абсолютно безопасной атомной энергетики не было и не будет. Что должно быть? Все аварии в атомной энергетике, а может там Яблоков что-то и знает, но мировое сообщество, каждый случай традиционного поражения, извините, сосчитан. Ответ. Она может быть безопасной настолько, насколько, чтобы не наносить вреда больше, чем угольные станции. Это, извините, очевидная вещь, просто трюизм. Но, как только люди говорят, что все абсолютно безопасно, это первая дорожка к следующей аварии. Поэтому, правильно, вопросы культуры безопасности, отношения к ним, они являются критическими. Будьте добры, строите атомные станции, соблюдать правила. Скажу, как молодое поколение. Я не знаю, согласится ли со мной студия или нет, но просто вот очень много говорили в фильме про то, что мы про тысячу лет, мы думаем о будущем поколении. Честно говоря, я не поверил в это. Это не про будущее поколение, это не про меня. Это вот вопрос про современность, то, что есть сейчас, и то, что будет потом. Вот эта проблема, она сейчас встала, и люди ее сейчас решают. Они навешали на нее вот этот ярлык про тысячу лет, но по-настоящему она весь ход нашей дискуссии показывает. Есть противники, и все больше и больше эмоций по этому поводу. Это проблема, которая требует решения. И она сейчас решается. Один из способов – это хранилище. Но не надо говорить, что это про молодое поколение. Это просто красивые слова. Это про сейчас. То есть это не послание в будущее? Нет, это не послание в будущее. Это про качество жизни сейчас. Может быть, придумают новые реакторы. Может быть, эти хранилища будут безопасны. Может быть, что-то будет еще. Но это происходит сейчас. Я просто вот встаю против вот того рисунка, который там был нарисован. Нет, вы просто живете в стране, где все люди любят думать только о том, что происходит сейчас. Поэтому у нас такая страна. У нас со страной все проблемы именно потому, что мы думаем только о сейчас. Там, где сытнее, да, где богаче, люди думают о том, что будет с их детьми. И когда применяется такой подход, они действительно думают о следующих поколениях. Если вы не привыкли думать о следующих поколениях, это не значит, что это этический стандарт. Прекрасно. Они постарались сделать все, что они могут для того, чтобы изолировать проблему. Вы говорите, человечество все время решало проблему. Нет, это делают для себя и сейчас. Я думаю, что человечество никогда не сталкивалось с проблемой, которая будет опасна в течение миллиона лет. А вот чуще молодежь-то у нас думает. Понимаете, миллион лет. Вы не хотите этого понять. Здесь звучала такая мысль, что эта проблема интернациональна. Все европейцы, и фильм прям пронизан такой тревогой какой-то. Они как будто на ядерной бомбе сидят, понимаете? Тревога какая-то. И понимаете, в чем суть-то? Вот я коллегу подержу. Тревога, она не беспочна. Вот мы сейчас говорим о каких-то абстрактных вещах. Но ведь есть еще законы природы, в том числе законы физики. Да, мы можем уменьшить отходы. На самом деле не уменьшается, а увеличивается в тысячи раз при переработке отработки чайного топлива. Цена вопроса. Чтобы трансмутировать, нужно погасить все лампочки, не четверть которой, а все, которые здесь присутствуют, чтобы решать проблему этих четырех. Вы, как ученые, это прекрасно знаете. И поэтому сейчас мы столкнулись вот с такой парадоксальной проблемой, что мы с нашим человеческим сознанием, узким, не понимающим абстракции, пытаемся победить законы природы. И вот это, наверное, ключевая, что ли, катастрофа, кризис, с которым мы столкнулись. Мы с нашим узким человеческим сознанием не перебивали. Я на самом деле, честно скажу, я не противник энергетики в чистом виде. То есть я не говорю, что надо все закрыть и все. Но вы должны признать, что она наиболее опасный вид энергии. Да. Потому что, а, он незаметен, а бы его нельзя остановить. СО2 выбрасывайте, глобальное потепление вас не пугает. Мы так рассуждаем, послушайте, как будто мы короли вселенной, правильно? Вот мы сейчас это сделаем, тут построим, закопаем. А сама природа, она гораздо больше нас. И нам повезло, что Фукусима, например, справа, нам повезло, да, не пошел ветер на нас, потому что в целом массы идут в ту сторону. А если был бы ветер, изменил наше направление, что... Ничего бы не было. Коллеги, слушайте, потому что... Потому что, вы понимаете, нельзя не помешить. Не хочется говорить о вещах понятных, да. Пугать себя какими-то несуществующими вещами, а после этого пытаться понять, это страшно или нет. Я призываю выбрать наибольшее зло и от него отказываться. Вот и все. А сейчас идет действительно узкоспециализированный спор. Есть просто люди, которые верят в атомную энергетику, есть люди, которые верят в природную энергетику. Но есть общий вопрос, как бороться с отходами, да. На этот вопрос как бы надо как-то отвечать в одном случае и в другом случае. Есть издержки там, есть издержки сам. Поэтому я хочу подвести к тому, что я уже говорил, нужно работать над воспитанием, над людьми. Потому что именно люди это должны делать. Именно они должны сортировать мусор, именно они должны там копать эти, строить пирамиды и так далее. Я к этому добавлю, простите, что каждый взрослый человек, живущий на планете Земля, должен в полной мере осознавать свою ответственность за то, что на ней сейчас происходит. Совершенно верно. Мир сейчас очень тесно переплетен и связан, уменьшился в размерах. Но живем мы по-прежнему, извините, понятием «моя хата с краю» и так далее. Сейчас это уже нельзя. Мы живем в другом мире. Мы должны осознать реалии этого мира, прежде всего ядерного мира, и осознать свою ответственность за то, что на Земле происходит. Мира вообще. Давайте не будем делить больше. Хорошо. Во-первых, всем большое спасибо. Я лично, я лично узнал для себя довольно много нового, в всяком случае точек зрения. Мне понравилась и больше всего понравилась мысль, которая прозвучала в нашей сегодняшней передаче. Это то, что на самом деле в нас дело. Просто дело все в нас. Я многократно, и когда был школьником, участвовал в закладках капсул. Вот капсула куда-то вот на много лет. Вперед. Что-то в этом такое есть и ритуальное, и замечательное. Это послание называлось «послание грядущим, скажем так, поколением». И я не знаю, есть ли эта тема в фильме, или это мне само пришло в голову. Я когда видел вот эту разветвленную конструкцию, я вдруг подумал, и вот это мы... Вот знаете, в Риме, в Италии остались руины акведуков, которые когда-то были водопроводами. Вот их построили вот эти сооружения, когда-то по ним текла вода, вот, и благодаря этому и Рим был чистым, и до сих пор в Риме самая чистая вода. И, может, отчасти благодаря этим акведукам. И вот эти акведуки-то остались памятниками вот чему-то... Вот тоже ведь руины, и ведь тоже вроде ненужные практически руины, но они остались как память чего-то чистого, как та вода, которая струилась по этим желобам. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы все-таки грядущим поколением закладывали капсулы наподобие вот этих римских акведуков. Чтобы они хотя бы помнили, что когда-то по этим желобам текла чистая-чистая вода, самая чистая в мире. Это была программа «Смотрим, обсуждаем». До встречи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин